как ты добрался полет нормальный был 2 почему как калькутта дели дели сюда все нормально во сколько ты приехал и сейчас ночью встречал сюда в час приехали по 12 только был перелется на такой поздний рейс а 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 и а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И восприняли их всем сердцем Они отвергли материалистические науки Которые им преподавали Школьные учителя Шанда и Амарка То есть такой возраст То есть эти дети Сыновья демонов не были еще утверждены В демонической культуре Это свойственно детям Они еще не утверждены ни в чем Они изучают Не интересуются разными вещами Когда мы учились в школе Мы тоже отвергали многие вещи Что говорили учителя Между собой Когда разговаривали Утверждали в своих каких-то убеждениях Кто-то что-то читал Кто-то слышал Помню, как был спор Очень жаркий И недобрый даже На уроке философии Что учитель нам говорил Что сначала материя Потом идея, мысль возникает Мозг материален Потом оттуда мысль уже Идея, сознание возникает Из материи И кто-то из учеников Помню Сказал Как я сначала же думаю Потом делаю Наоборот получается Мысль сначала первая А потом уже Какое-то воплощение Я помню До белого коленя Довел учительницу И я был на его стороне И я не поверил Учительнице Тем не менее То есть Так Такой вопрос был открытый То есть Школьники понимали Что не все понятно Хотя нас так учат Но мы не все понимаем Не все похоже знаем Так что в этом возрасте Это естественно И восприняли всем сердцем Потому что Прохлад Прохлада Он С одним присутствием Давал счастье Другим Прохлада Имя такое Такая духовная сила Рожденная В отрыве матери Он уже слышал Наставление Чнемат Бага В этом Он родился уже В экстазе Он на месте не стоял Он пританцовывал И всегда повторял Именно Райна Он думал о нем С Марином Он в этом состоянии Уже был Мы когда его видели Даже Любой Любой кто видел его Получали радость Что говорить о сыньях Демонов Даже змеи не кусали его Слоны не могли растоптать его В его присутствии Все менялось Поэтому они восприняли Всем сердцем И отвергли Материалистические науки Которые преподавали Школьные учителя Шанда и Амарка Причем Шанда и Амарка Это были великие Мистяки Это сыновья Были Шукра Чаар Шукра Чаар Это гуру всех демонов Это очень великая личность Никто не знает Какие могуще Обладая Шукра Чаар То есть Все ситхи Его распоряжения Это его сыновья И фактически Они должны были Выполнить Наставление Хирани Кашипу Сделать из него Настоящего демона Образованного С прохладом Ахараджа Но это не удалось И причина была Непонятна Непонятна Не искали причину Не могли найти В чем причина Когда Шанда и Амарка Сыновья Шукра Чаар Увидели Что из-за общения С Махараджи Прохладой Всех ученики Стали развивать В себе Сознание Кришны Их охватил страх Они пришли К царю демонов И рассказали ему Все как есть Испугались Хирани Кашипу Они уверили Что не беспокойся Царю Просто еще маленьким Его воспитаем Обучим Какие проблемы Всех воспитываем Всех обучаем Всегда на выходе Получаем То что нужно Ну не беспокойся Мы надежные Учителя Царских семей Но когда Этого не произошло И наоборот Все школьники Стали развивать Сознание Кришны Они испугались Сильно Что Хирани Кашипу Его гнев Знали даже Полубоги Все Все боялись Его Здесь Пропад говорит Что Слушая проповедь Махараджи Прохлады Его одноклассники Пришли к твердому Выводу Сознание Кришны Это единственная цель Желательской жизни Вот нам еще нужно Работать над этим Видите Они Вот сыновья демонов Ну мы тоже Сыновья демонов Может быть Может быть Сыновья ракшасов Может быть Сыновья обличков Сыновья яванов Можно и так сказать Про нас Но Любой Кто общается С чистым Преданным Исследует Его наставлением Обретает Стойкость В сознании Кришны Не поддается Влиянию Материалистического Образа Мыслей То есть Мы общаемся С преданными И вторая часть Мы следуем Наставления преданных Вот это Освобождает Любого человека Освобождает Два фактора Осознав Что происходит Хироника Шипу Затрясся от ярости Я не знаю Как это Описать Затрясся от ярости Ну Театрально Можно показать Как мы умеем Но вряд ли Это можно будет Выразить Потому что Я здесь Хироника Шипу Просто поднимал Недовольную бровь Вот так вот Все Все окаменели Парализовывало Всех за страх Ну Здесь Описывается Затрясся от ярости Я не знаю Как это передать Он управел Стихиями природы Он Без полубогов Управил Вселенной Все Подчинялось Ему Все материальные законы Он нарушал Как хотел Может быть Вы помните Но Может кто-то Не помнит Но Хироника Шипу Поменял закон Кармы За благочестивые Поступки Приходило Наказание За греховные Поощрения Поменял Никому не удается Это сделать Ну Современное правительство Тоже меняет эти законы Тоже грехи Утверждает Но реакции приходят Они не могут Поменять закон Лишь условно Но Хироника Шипу На самом деле Мог менять законы Природы Хироника Шипу От природы Был очень жесток И теперь Почувствовал себя Оскорбленным Он зажипел Словно змея На которой Наступили Его сын Прохлад Всегда Спокойный Кроткий Благонравный И сдержанный Стоял перед Хироника Шипу Почтительно Слажив ладони Представить картину Как кипит От злости Хироника Шипу И как стоит Смиренный Прохлад Безмятежный У него С Мараном Другие Энергии Совсем Внутренняя энергия Это внешняя энергия Это внутренняя энергия Кто кого Интересно При соприкосновении Внешне Внутренней энергии Аннигиляция Наступает Но только С одной стороны Что ученые Говорили Что материя Антиматерия Не открыли Антипротон На основе этого Они предположили Что реально Существуют Антиматериальные Миры И тут Охватился Ужас Ученых Антипротон И протон Когда соединяются Вместе Аннигиляция Происходит Взрыв Полное уничтожение Ведь не дай бог Если антимир Соприкоснется С миром Аннигиляция Попадает Пишет В своей книге Да Аннигиляция Происходит Только с одной стороны Потому что Антиматерия Дух Он противоположен Материи Он не уничтожен Значит Хираника Ширпова Лицитворяет Всю внешнюю энергию Все гуны Там все Ситхи Все Материальные силы Силы Природы Он управляет И прохлад Макараш Символизирует Здесь Внутреннюю энергию Представляет Вот они Сталкиваются Все столкновения В этой мире На основе Духа Этих энергии Происходят Может быть Нам это сейчас Не очень ясно Знаете почему Не так очевидно Сейчас Как в прошлых Этих временах Что-то есть Святой Есть демон Все было понятно Сейчас Смешанно Поэтому непонятно Сейчас столкнение Происходит в сердце Каждого человека Поэтому Все Очень сложно Разделить эти вещи Прохлада был Еще маленьким мальчиком И к тому же Отличался Безупречным поведением Поэтому Его не следовало ругать Ну Сильно ругать Детей не нужно Сильно очень Пока они еще маленькие Но Хирани Вперев В прохладу Злобный взгляд Стал извергать На него потоки Барани Посмотрел на него Как на полноценного врага Не на ребенка Как на полноценного врага Всю ярость Обрушил на него Так С детьми Так обычно Не поступают Ну Злятся конечно Но не до такой же степени Но пропад Интересно Комментирует Стих Сначала Тот Кто проявляет Неуважение К возвышенному Преданному Несет наказание По законам природы Сразу начинает Комментарий Уже с духовной стороны Видите Жизнь Такого человека Станется короче Он лишается Полученных Благословений И теряет Все плоды Своей религиозной Деятельности Например Хирани Благословений Долгую жизнь Долгую жизнь Предопределенную Славу Религиозность И все остальные блага Может иметь В высшей степени Все это можно потерять Это очень тяжелый текст Дурно поступая С великими душами Все Все Становится Как говорит в России Бочка меда И ложка дегтя Достаточно Все непригодно Большая ценность Бочка меда Но все же ложка дегтя Все Никто не будет Принимать Ни богатства Ни славу Ни Все Достижения человека Все становится Пронизанным отвращением К этой личности Бывает такое Что человек Богатый Его не любят Например Как так получается Это же хорошо Что он богат А что же его не любят Он что-то дурно Поступает с людьми Человек еще Ученый Или еще Неважно какой Имеет Ситхи Способности Но Плохо обращается С хорошими людьми Именно С плохими Хорошо общается А с хорошими Плохо обращается И его ненавидят все Хираника Шепу сказал Что же он скажет В этом гневе Какие слова найдет Интересные О дерзкий И бестолковый Разрушитель нашей семьи Худший из людей Ты не желаешь Мне подчиниться Каково Ты мне не желаешь Подчиниться Значит ты хуже И все Вот и все Следите за умом За сердцем Сейчас следите Не думайте Что-то касается Только хираника Шепу Это важно читать Воспринимать Очень важный момент Так я сегодня же Отправлю тебя Упрямого глупца В обителье Мараджи Здесь он Буквально говорит Дурви не та Слово использует Это Невоспитанный Бескультурный Наглый Вот как он писал Прохлад Ты ведь знаешь Негодяй Что когда я Прихожу в гнев Во всех трех мирах Содрогаются планеты И их правители Начинают терпеть Трепетать от страха Кто же дал тебе Такую силу Что ты ничего не боясь Дерзаешь Нарушать мою волю Ты же знаешь Мои силы Так кто Тебе дал такую уверенность Интересно Откуда этот источник Ты просто Пятеретний сын Ребенок Но откуда У тебя такая дерзость Рупада опять пишет Очень интересный комментарий Необычный В разрез этому стиху Отношения Между чистым Преданным Верховной Личностью Бога Необычайно сладостный Каково Преданный никогда не стремится Обрести могущество Вместо этого Он полностью укрывается Под синий лотосный столб Кришна Твердо знает Что Кришна Защитит его От любой Опасности Кришна сам говорит Об этом Вагавадгите 9.31 То есть преданное служение Не может погибнуть Не может быть разрушено В сердце преданного Это невозможно То есть это не подается влиянию Гун материальной природы То есть трансцендентное знание Неразрушимо Трансцендентное знание Оно описано В Багавадгите Как качество знания Как качество знания Начинается со смирения Что прохлад здесь Проявляются эти качества Несмотря на такую Очень сложную Экстремальную ситуацию Очень опасную для его жизни Очень опасную Вообще для него Для его будущего Его отношения с отцом Который Самый великий демон Во вселенной Подчинивший все И вся И прохлад Поэтому вызов Представьте себе Кто защитит его теперь Нет другого царя Нет другого закона Но он в самом опасном положении Находится При этом Кришна говорит Отношения Очень сладостные В сердце В этой ситуации Чувствует счастье Общения с Богом Это принимает Поговительство Аманитвама Тампитама Ахимсакшанти Раджама Это эти стихи Совсем по 12 текст Багавадгита Описывает все эти Качества Духовного знания Ахимсакши Ахимсакши Все родители знают Какое сознание Кришны Тебя обманывает Нет Все Никто Не может Остановиться Итак Как же ты осмирился Нарушить мою волю Кто дал тебе Такую силу Все прохлад Увача Ну держитесь Сейчас будет Что-то страшное На прохлад Не влияют Эти вот Угрозы Оскорбления Никак Магараш Прохлад Сказал О царь Источник Моей силы О котором Ты спрашиваешь Это источник И твоей силы Саре Кришна Неожиданный Поворот Он не говорит Что я сильнее тебя Или ты сильнее меня Или кто-то слабее Он говорит Источник один У тебя есть силы У меня есть силы Но источник один Любая сила Исходит от него Он один Наделяет силой Не только тебя Или меня Но и всех остальных Без него Никто не имел бы силы Я сила сильная Кришна Кришна Благоводитель Движущимися Неподвижными Высшими И низшими Живыми существами В том числе Господом Брамой Управляет Сила Верховной Личности Бога Вспоминает Господа Брама Здесь Не просто так Потому что Перед Брамой Хироника Шипу Все-таки Как-то Ведет себя По-другому Получил от него Это благословение Значит Благоводитель указывает Что все-таки Кто-то сильнее тебя Так косвенно указывает Хироника Шипу Не верит в это Отвергает Нет Я заставил Свою эскезу Прийти Я сильнее Но он же дал Тебе благословение Которое защищает Те Которые ты не имел Такой способности От него ты получил Вот этот конфликт У демонов Вот случается Я же вынудил Его прийти И заставил Его дать благословение Своей эскезой Значит Все-таки Я сильнее Такой спор Господь Кришна говорит Благоводитель 10.41 Ят Ят Випути Мац Симат Уджитам Эвача Татат Эвава Гач Хат Вам Мам Теджа Мша Сам Бавам Знай же Что все чудесное Прекрасное И величественное В этом мире Лишь искра Моего великолепия Прилат То же самое Здесь говорит Что мы все Зависим От верховной Личности Бога Источника Всех этих Сил Способностей Господь Это верховный Повелитель И само Время То есть Отметите Хероника Шипу Не перебывает Слушает Он в шоке Пока не может Даже перебить Он знает О Боге Вот в чем Дело Тут Он напоминает Мне что-то Новое Говорит Хероника Шипу Знает Ты такой Вишну Просто Ненавидит Его Тот Кто убил Его Брата Хероника Вот так Он его Понимает И именно Он его Главный Соперник Его Знает Таким образом Но здесь К чему Живот Будет Клонить Прохлад Может Все-таки Он как-то Прославит Хероника Шипу Или нет Он силой Всех Чувств Сила Ума Физическая Сила Он Источник Жизнедеятельности Органов Тело Его Могущество Безгранична Он Лучший Из всех Живых Существ Он Управляет Тремя Гунами Природы Своей Силой Он Один Создает Поддерживает И разрушает Материальные Вселенные Махарас Прохлад Продолжал И так Хероника Шипу Слушает Внимательно Воспринимает Да Есть Такой Сильный Не означает Что он сильнее Меня же Верно Я могу Согласить Ты сильный Я Много Слышал О тебе Как раз Ты меня Интересуешь Я хочу Показать Что я Сильнее Тебя Вот Как они Общаются С силой Махарас Прохлад Продолжал Отец Мой Откажись Пожалуйста От своего Демонического Монастроения Не дели Окружающих Врагов И друзей Научить Одинаково Относиться Ко всем Кроме Необузданного Ума Который Ведет Душу По ложному Пути У нас Нет В этой Мир Иных Врагов Когда Человек Начинает Видеть Равенство Всех Живых Существ Он Достигает Совершенства В поклонении Господу Да Это Высокий Уровень Но Прохлад Махарадж Знает Об этом Он Цитирует Шастру Он Знает Об этом Он Знает Что Такое Совершенство Пошла Махарадж На свете Было Много Глупцов Вроде Тебя Кто Не Стал Бороться С шестью Врагами Способными Отнять У человека Все Его Достояния Эти Глупцы Гордо Думали Я Победил Своих Врагов На Всех Десяти Направлениях Это Он Его Ум Считывает Что Они Думают Три Глупцы Но На самом деле Если Человек Отдалил Шесть Врагов И Научился Одинаково Относиться Ко всем Живым Существам Ему Не с кем Больше Враждовать Не с кем Больше Враждовать Враги Это Всего Лишь Плод Воображения Невежды То есть Ты Придумался Врагов И Побеждая Придуманных Врагов Считаешься Героем Иллюзия Совершенство Ведение Прохлада Итак Шихероника Шипу Пришло Время Хироника Шипу Ответил Мерзавец Такая Хорошая Философия Такая Оценка Ну что Такое Бывает Что Вы говорите Правильные Вещи Но Люди Не Понимают Вас И Не Оценят То Что Говорят Ты Пытаешься Выставить Меня Глупцом Который Хуже Тебя Владеет Своими Чувствами Много Же Ты О себе Вниж Как Видно Тебе Не Терпится Принять Смерть От Моей Руки Такой Вздор Обычно Несут Те Кто Вот Вот Это Останется С Жизнью Все Тут Прямые Угрозы Жизни Прохлад Махараджи Уже Были Испытания Серьезные Прохлад Не Изменил Своему Настроение Никак Даже Под Вот Этими Ужасами Пыток И Вот Последнее Что Остается Хироника Шипы Решает Лично Убить Сына О Несчастный Прохлад Ты Все Оговорил Мне О Каком-то Высшем Существе Отличном От Меня О Неком Верховном Повелителе Что Стоит Над Каждым Пребывает Повсюду Где же Он Если Он Везис Сущ То Почему Я Не Вижу Его В Этой Колонии Например Он Сказал Колонии Ну Может По Колону Знаем Уже Чувствуем Что Будет В Этой Колонии Колонна Заряжена Конечно Она Предложена Кришне Таким Образом Это Мах Просад Демоны Иногда Заявляют Преданному Что Они Не Могут Признать Существование Бога Поскольку Не Видят Его Обычный Аргумент Самый Распространенный Никто Не Видел Так Они Говорят А Если Кто-то Видел Показалось Они Не Видят Показалось Воображение Однако Им Не Известно Что Бхагавад Дите 725 Сам Господь Говорит Нагам Прокаж Сарвася Йога Майя Сама Вреда Я Никогда Не Появляюсь Перед Глупцами И Невеждами От Них И Скрыться Вес Йога Майи Вот Значит Правильно Говорил Глупец Ты Папа И Невежда Говорит А где ты Бог Я же Не Вижу Ну Я Только Что Сказал Почему Он Не Считается Невеждой От Них Я Скрыт Завес Йога Майя Господь Являет Себя Взор Преданных А Они Преданные Не Могут Его Увидеть Чтобы Видеть Бога Нужно Быть Таким Как И Брама Сам Хит 538 Приманджина Чурита Бхакти Вилач Чанена Сан Преднеразвивший Себя Искреннюю Любовь Кришне Способен Видеть Его Всегда И Везде Но Демон Не Видит Верховного Господа Ибо Не Имеет Ясного Представления О Нем Ясного Представления То есть Какое-то Представление Бога У Хироника Шипу Было Да И у Материалистов Тоже Есть Представление Бога Ведь Они же Опровергают Его Существование На Каком Основании На Основании Своих Представлений Они Имеют Какое-то Своё Представление О Боге И Он Им Не Нравится Образ Бога Невежественный Образ Подобный Более Сильному Какому-то Человеку Не Отождествляется Человек Они Подозревают Что У него Есть Те Же Самые Пороки Что У Человека Тоже Он Властный Разве Нет Он Любит Когда Ему Поклоняются Люди Разве Не Подавляет Чего-то Волю Не Заставляет Служить Разве Не Наказывает Других Разве Он Не Применяет Власть Как Все Люди Точно Так же Он Тоже Завидует Он Убил Моего Брата Сам Встал На Сторон Полу Богу Значит Он Не Равно Относится Ко Всем Так Они Понимают Бога Бога Понимает Абсолютную Истину Возможно Только Обретя Духовное Сознание В мире Двойственности Невозможно Боли Наслаждения Не помогут Нам Увидеть Его Наслаждение То что мы Получаем В этом мире Это не От Бога И страдания Тоже Не от Бога Непосредственно Непосредственно От Бога Сачитананда Безграниченное Блаженство Неважно Боли Наслаждение Вы испытываете Вы испытываете Сачитананда Вы утверждены В этом сознании Это от Бога А это Как бы Косвенные Через его Энергии Причем Связано С Кармическими Реакциями С нашими Собственными Поступами За что Собственные Демоны Объединяют Его Если указать Демону На его Собственные Поступки Он Не услышит Ничего А за то Что ты болтаешь Всякий вздор Я сейчас Несу тебе голову И посмотрим Как Бог В Которого Ты так веришь Придет тебе На помощь Хотел бы я Это увидеть Хотел бы он Увидеть Бога Видите Он давно Хочет Сразиться С Богом Может быть Ему Удастся Через Прохлада Хотя бы Я это Увидеть Так Разгневанный Хироника Шипу Обладавший Огромной Силой Ругал Своего Сына Возвышенного Предного Прохлада Извергая Непрерывные Потоки Брани Хироника Шипу Взял Свой Меч Вскочил С Тарского Трона И яростно Ударил Кулаком По колонии От гнева По колонии Он сказал Он в этой колонии Этот диалог Не описан Подробно Ты говоришь Он везде И в этой колонии Почему нет В этой колонии Он сказал Он там В колонии Он уже проявился Там Ах так Схватил меч И ударил По колонии В этот момент Из колонии Раздался Ужасающий Силы Гром Ну От удара Такого не бывает Усиленный Много 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 Крат Гром От которого Казалось Лопнула Оболочка Вселенной Дорогой Это Штира Отзыв Этого Грома Достиг Даже Обители Господа Брамы Других Полубогов И услышав Его Они подумали Нашим Планетам Пришел Конец Да С таким Грохотом Этот поразительный Гулкий Раскат Грома Которого Никто Раньше Не слышал Прогремел В зале Собраний В тот момент Когда Хироника Жипу Желавший Убить Собственного Сына Стал Демонстрировать Свою Необычайную Силу Услышав Небывалый Гром Предводители Демонов Испугались Никто Из них Не мог Понять Откуда Он Донесся Может Хироника Жипу Подумала Что это Гром От Его Удара Бага Водите 7 8 И Кришна Говорит О себе В данном случае Ветесущий Господь Проявил себя В форме звука Прогремевшего На всю Вселенную Шабдак Кам Кам Или Ке Кам Эфир Шабда Ке То есть Весь эфир Заполнил Был этим звуком И услышали Повсюду Этот Невиданные Силы Гром Говорил О присутствии Господа Ну Вездесущий Звук Наш Звук Огасающий Правильно Мы так И понимаем Этот звук Был Вездесущий Проник Всюду Все Заполнил Все Означает Пространство Элементы Материальные Проник В сердце Живых Существ В умы В чувства Все Заполнил Все Пронизывается Как Сам Кришна Все Пронизывающие Хироника Шипой Остальные Демоны Могли Теперь Почувствовать Высочайшее Могущество Господа Поэтому Им Стало Страшно Каким Бои Сильным Человек Ни Был Он Боится Раскатов Грома Мы Видели Однажды Это Кстати В Екатеринбурге Мы В грозу Ехали На вокзал На Поезд Отправляться И думали Вот если бы Мы приехали И бы Дождь Как приостановился Мы бы Успели бы На вокзал Прибежать Все думали Об этом Солил Сильный Левит И так Случилось Люди Тоже Сели Все В машинах Там Надеялись Что Вот сейчас Немножко Приостановится Дождь И Можно Будет Перебежать На вокзал И он Приостановился Точно В нужное Время Все-таки Радостные Вышли Взяли Ну Погода Благоприятствует Все Под нашим Контролем И когда Все вышли На площадь И так Пошли Спокойно В казал Знаете Как Врезало Боже Я такой Прям над головой Прям между ушами Казалось Такой был звук Все люди Присели На землю Вообще Чемпанады Бросили Такие стали Смиренные Никогда таких людей Не видел Красивых Таких Как дети Все превратились В таких маленьких Младенцев Мама Это был удар В одно мгновение Вся ложная гордость Такая силища Ну Звук прошел Все Дождя нет Все так отрыхнулись Так Никто не заметил Нет моей слабости Это я вообще Снова гордо Пошли на вокзал Удивительно Удивительно Почаще нужно Да Сейчас Тихие природы Да Они активизируются Люди Задумываются Уже о жизни По-другому Только при хорошей погоде Ложная гордость растет Там на пляже Где-нибудь Она растет Очень здорово Когда все Загорают Такие тела свои Показывают Какие-нибудь Красивые Тут Бабах Вау Да И никто не знал Откуда этот звук То есть Доносится Источник И никто не мог увидеть Чтобы подтвердить Слова своего слуги Махараджи Прохлады И доказать Что верховная личность Бога Пребывает везде Даже в колонии Зала собраний Верховный Господь Хари И вилл миру Удивительный Невиданный облик Это был наполовину лев Наполовину человек В таком необычном образе Господь Предстал перед Хироникой Шипу Нашли это Мурти в Германии Привезли целую книгу Об этих раскопках Об этой находке Как вот ее Восстановили Это Мурти Где-то 30 тысяч лет назад Или 40 Не помню Ну несколько десятков Тысяч лет назад Возраст Человек-олев В пещере Поклонение Следы поклонения Задались Нарисим Хадеев Его знали В Германии Тоже Так что он По расширению Немец На самом деле Выяснилось Самая старая находка Там Ну в Европе Но в Индии Есть божество Прошлой Сатя-юги В Майяпуре Нарисим Хадеев Там же это божество Прошлая Сатя-юга И там же Есть озеро Где он Омыл Свои Как бы Ногти Руки После убийства Хирани Хадеев Есть колонна По ховолам Оттуда Предные кусочки Привозят Разбитые колонны И поклоняются У нас тоже Есть на алтаре Такой кусочек Колонны Откуда пришел Когда Хирани Кашипу Спросил Прохладу Где же твой Господь Есть ли он В этой колонне Тот бесстрашно Ответил Да, мой Господь Везде И теперь Чтобы убедить Хирани Кашипу Что Махарадж Прохлада Абсолютно прав Господь появился Из колонны Вот Причина Вот какая причина Обычно Колонна Остаются колонны Всегда Ничего из колонны Не появляется Ничего Никаких явлений Мы не слышали Чтобы из колонны Кто-то и зашел Или что-то и зашло И какое-то явление Не было Здесь причина Была в этих отношениях Прохлада И Нарисим Хадева Он предстал Перед Хирани Кашипу В образе Человека-Льва И тут Глядя на это Гигантское существо Не мог понять Лев перед ним Или человек Господь подтвердил Слово Махараджа Прохлады И доказал Что преданный Господа Как прозглашается Бхагавад Никогда не погибнет Каунтуя Пратиджани Наме Бхагта Проношлите Демоничный Отец Много раз Грозил Прохладе Смертью Но Прохлад был Уверен Что его не убьют Ибо Верховный Господь Защищал его Появившись Из колонны Господь Словно Приободрил Своего предного Не волнуйся Я здесь Кроме того Приняв облик Ресимхадева Он не нарушил Слово Брамы Обещавшего Что Хироника Шипу Не будет убит Ни человеком Ни животными Господь Шипу Озирался Пытаясь понять Откуда исходит Зловещий гром Он отовсюду Исходил Непонятно Зловещий гром Господь В образе Удивительного Существа То ли льва То ли человека Вышел Из колонны Вышел Выход был Не выпрыгнул Красиво вышел Выход был Хироника Шипу Изумился Кто это Получеловек Полулев Комментарий Демон Не может понять Что Верховный Господь Безграничен Могуществен Любую форму Может принять Почему-то люди Смущаются Но почему В такой форме Но в любой форме Он Господь И все формы Которые мы видим Это от него От источников Трудно признать Бога В форме кабана Допустим Ну и невозможно Тем не менее Он пришел Как варах Это Верховный Господь Пропаду в комментариях Часто используют Слово глупцы Негодяи И все остальное Как обычно Доказывают Таким путем Разве это не наука Назвать негодяя Негодяем Просто это не Главная наука Скажите Главная наука Это вот Когда водород С кислородом Соединяются И мы понимаем Что будет вода Вот наука Нет Негодяи это делают Вот что научно И научно Где же наука Давайте разберемся Где настоящая наука Цифры Формулы Когда человек Может что-то запоминать Выдавать Какие-то Тщательные Свои исследования Наблюдения Это наука Да нет Рупады Здесь говорит Глупцы Негодяи С этим нужно Разобраться Сначала С качествами Человека Должны быть Научные Качества Человека Человек должен Быть человеком А не животным Тогда это Будет научно А это Не научно Животное Не может быть Ученым Сейчас качество Животного Не может быть На самом деле Настоящим Ученым Если он Глупец И негодяй Хироника Шипу Стал внимательно Разглядывать Стоявшее Перед ним Нарисим Хадева То есть Понять Кто же Это Такой Разобраться Нужно В форме Жизни Такого Не видел Не знал Хотя Знал Всю Вселенную Такого Не видел Господь В этом Облике Был Поистине Страшен Его Гневные Глаза Цветом Были Похожи На Расплавленное Золото Огромный И ужасный Лик Казался Еще Больше От Окружавшего Сияющей Гривы То есть У него Лицо Огромное И еще Плюс Грива Оскаренные Зубы Внушали Смертельный Страх А язык Словно Острый Меч В руках Воина Непрестанно Двигался Из стороны В сторону Я однажды Вел Льва Очень близко Он был В клетке Конечно Я бы не Рассказывал Эту Историю Еще Когда Я работал Я не помню Был я В сознании Кришна В то время У нас Работа Была Прямо С цирком Рядом Болгоград 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 Цирк Такой Известный В Ленинграде И там Задний двор И вот Когда Перевозили Зверей Дрессировщики Они Прямо На улице Оставляли На заднем дворе А у нас Там Как раз Была Работа Задним двором Клетки Льва Дальше Не буду Рассказывать Ужасные Истории Взгорят Льва Невозможно Вынести Я вас Уверяю Если вы Наедине С ним Встретитесь Это Очень Страшно Это Очень Страшно Такая Сила Ее Невозможно Как-то Подкупить Ну Договориться Ну Что-то Взамен Дать Понимаете Взамен Не берет Если вы Что-то Там Перед ним Делаете У нас Вообще Внимание Обращает Он Средоточен И Это Лев Это Полный Концентрация Ума Я Лев И Тело Соответствующее Все Маха Йога Ничего Не Сделайте Среди Зверей Я Лев Можно Почувствовать Кришну Итак Его Неподвижные Уши Стояли Торчком Ноздри И Отверстие Зиев Напоминали Горные Пещеры А Разомкнутые Челюсти Вызывали Ужас Да Теон Рисим Хадева Казалось Касалось Небосвода У него Была Была Очень Короткая Толстая Шея Широкая Грудь Тонкая Талия А тело Покрывали Серебристые Как лунные Свет Волоски Его Руки Напоминали Армию Отважных Воинов Растирались Во всех Направлениях Ибо Он Своим Оружием Диском Буловой Раковиной Лотосом И прочим И прочим То есть Много Рук Было Уничтожал Всех Демонов И других Негодяев Безбожников Негодяи Безбожники То есть Всех Ученых Уничтожал Они же все Менятся Что они все Знают Хираника Шипу Прабраматал Судя по всему Господь Вишн Обладающий Огромным Мистическим Могуществом Задумал Это Чтобы убить Меня Но какой Смысл В его попытке Кто может Противостоять Мне в бою Уверенный В себе Хираника Шипу Схватил По лицу И напал На господа Как слон На льва Слон На льва Подобно Крошечному Насекомому Который Упав Удивляться Ибо Господь Всегда Пребывает В чистой Благости Прежде Когда Создавался Материальный Мир Он Вошел В темную Вселенную И озарил Своим Духовным Сиянием То есть Хотя Он Сталкивается В такой Ситуации Верховный Господь Это Очень Эмоциональная Ситуация Где Максимально Выраженный Гнев Демонический Трясется Вселенная Вот И так же Звук Из колонны Да Он заполнил Всю Вселенную Страшный Звук Напугавший Всю Вселенную То есть Предвещавший Какую-то Угрозу Тем не менее Это была Энергия Чистой Благости Очень Интересный Мой Чистая Благость Как Лекарство Которое Должно Уничтожить Только Нечистоту Это Чистая Благость Оно Может Уничтожать Тоже Но Только Грехи Только Чистая Благость Просто Благость Сможет Уничтожить Материально И грех И добродетели Вместе Смешанно Уничтожать Не разделяет Эти вещи Прамахамсы Разделяют Грех и добродетели В человеке Поэтому Они не Уничтожают А проповедуют Разделить Сначала Нужно Эту вещь Затем Можно Уничтожить Уже Вот Все Недостатки Анархи Анархи Можно Уничтожить Не Затрагивая Душу Человека То есть Духовный человек Должен Давать Вот это Счастье Наставление Духовное Блаженство Даже Когда дает Строгие Наставления В итоге Ученик становится Счастливым Обязательно Так должно Это благо Чистая Благо Просто Обычная Добродетель Она Мирская Она Может быть Так Ты Плохо Поступил Тебя Наказывают Со всеми Хорошими Качествами Мы Обесцениваем Твои Хорошие Качества Потому что Ты совершил Грех Так Страдает И хорошее И плохое Одновременно Чистая Благость Уничтожает Только Нечистоту Затем Великий Демон Хирани Кашипу Яростно Набросился На Нарисимхадева И стал Наносить Ему Удары Своей Палицей Но Господь Нарисимхадев Словно Огоруда Поймавший Огромную Змею Тоже Засхватил Вооруженного Палицей Грозного Демона Он Видимо Нанес Успел Несколько Ударов Он Очень Смелый Очень Как бы Сильный Воин Сильнейший Всех Фирани Кашипу Нанесимхадев Поймал Особой Ловкостью Здесь Придется Пример Горуда Это Птица Она Очень Опасна Для Змей Очень Опасна Птица Для Змей Опасна Для Всех Практически Но Птицы Не боятся Панически Есть Орлы Они Ловят Змей Ядовит Очень Ловкие У них Стремительная Реакция То есть Поведение Которое Змеи Не могут Никак Контролировать Здесь Такой Пример Переводится Как Горуда Поймал Огромную Змею Также Он Схватил Ловко Неожиданно Внезапно О Славный Потомок Пхараты Махараджи Тичтира В какой-то Миг Господь Нанесимхадев Позволил Хирани Кашипу Выскользнуть Из Его Рук Подобно Тому Как Горуда Играя Со Змеей Иногда Позволяет Выскользнуть Из Его Клюва Животные Играют С добычей Они Так Свою Квалификацию Поддерживают Кошка Учит Котят Еще С детства Так Играть Еще Не с мышами С какими-то Предметами Она Так Учит Потом Они На все Бросаются Тоже Увлекаться Этой Играя И Когда Мыш Ловят Тоже Они С ней Играют Она Убегает Дает Ее Возможность Убежать Чтобы Поймать Снова Так Но Так Они Свою Квалификацию Поддерживают Ловца Мужей Здесь Почему Нарис МГДФ Позволил Выскользнуть Из рук Тут Другие Смыслы Иногда Позволяет Выскользнуть Из его Клюва Однако Полубоги Которые Лишили Своих Обителей И В страхе Перед Хираника Шипу Прятались За тучами Вовсе Не были Рады Случившемуся Наоборот Они Очень Встревожились А Вдруг Он Не убьет То есть Вот тут Писывается Реакция Полубогов Нужно Все Увидеть Реальную Картину Господь Сейчас Откроет Всю Реальность Всю Реальность Откроет Этого Творения Этого Мира Влога Трансцендентного Уровня Прежде Прежде чем Убить Хираника Шипу Господь Нарисимхадев Позволил Демону Выскорянуть Из его рук Полубогам Это совсем Не понравилось Потому что Они очень Боялись Хираника Шипу Удивительно Рад не боялся Хираника Шипу Полубоги Боялись Они знали Что если Хираника Шипу Вдруг Врывется Из рук Нарисимхадев И увидит С каким Нетерпением Полубоги Ждут Его смерти Он жестоко Отомстит Если он заметит Как мы радуемся Как его побеждают Он же потом С нами Рассчитается Боялись Вдруг он Победит Были страшно Напуганы Случившимся Вырывавшись Из рук Нарисимхадева Хираника Шипу Решил Что Господь Испугался Его доблести Поэтому Он слегка Перевел Дыхание Потом Взял Свою Меч Ищит Снова Инулся На Господа Дал Ему Новое Дыхание Новую Уверенность Господь Дал Ему Сражался С новой Силой Ведь он Не подавляет Его Вдохновляет Его Тоже Чем То есть Так Лила Это игра Иногда Глупые Люди Видя Как Грешник Наслаждается Мирскими Благами Задают Вопрос Почему Человек Совершивший Столько Грехов Живет Припеваючи А хорошие Люди Вынуждены Страдать Бывает Что По воле Всевышнего Грешнику Дается Возможность Наслаждаться Материальной Мере Чтобы он Одураченный Решил Будто Законы Природы Над ним Невластны Грешник Тот Кто Нарушает Законы Природы Непременно Будет Наказан Но Иногда Ему Дается Возможность Порезвиться Подумка Наруши Зажмурил Глаза Смеха Испугался Зажмурил Глаза Даже Вот это Да Вот это Смех Кто-то Умеет Так смеяться Что Все были Напуганы Подумно Тому Как Змея Ловит Мыш Или Горуда Очень Ядовитую Змею Господь Нарисим Хадев Поймал Хирани Кашипу Неуязвимого Даже Для громовой Стрелы Царя Индры Страдая От того Что его Поймали Хирани Кашипу Дергался Во все Стороны Он Было Ложное Его Страдал Поймали Что за Унижение Такое Никогда Такого Не было С ним Дергался Во все Стороны Но Господь Нарисим Хадев Положил Его Себя На бедра Да Похоже Сейчас Финит Оля Комедия Наступает На бедра И В дверях Зала Собраний В дверях Видите Как Благословение Исполняет Брама Своими Ногтями Играючи Разжевал Демона На части Все Никакие Сложности Все Разорвано Нет Бойтесь Вы Все В страхе Слышали Конечно Я тоже Боялся Но Все Опасность Миновала Нет Хирани Кашипова Куски Вокруг Валяются И Все Значит По благословению Которое Хирани Кашипа Получил От Господа Брама Он не должен Умереть Ни на земле Ни в воздухе Подобно Поэтому Чтобы не нарушить Обещание Господа Брама Нарисим Хадеф Положил Хирани Кашипу Себя На колени Ни земля Ни воздух Так что Тот оказался Ни на земле Ни в воздухе Помимо этого Брама Обещал Что Хирани Кашипу Не умрет Ни днем Ни ночью Чтобы это Обещание Тоже Не было Нарушено Господь Убил Хирани Кашипу Вечером Вечер Это Конец Дня И Начало Ночи Но Вместе С тем И ни день И ни ночь Еще одно Благословение Господа Брамы Состояло В том Что Хирани Кашипу Не должен Погибнуть Ни от оружия Ни от живого Существа Ни от неживого Предмета Только ради Того Чтобы слова Господа Брамы Не оказались Напрасными Хирани Кашипу Своими Ногтями Которые Не являются Оружием И не относятся К живым Существам Или неживым Предметам Ногти Можно назвать И мертвыми И живыми Так заботясь О том Чтобы ни одно Из обещаний Господа Брамы Не было Нарушено Господь Нарисим Хадеф Весьма Необычным Способом Но очень Легко Убил Великого Демона Хирани Кашипу Но как же Можно было Ногтями Разорвать Такое тело Если даже Ваджа Индри Не могла Навредить Ему Даже следа Оставить Рот И грива Господа Нарисим Хадефа Были Забрызганы Кровью А глаза Сверкали Таким Гневом Что В них Невозможно Было Взглянуть Верховный Господь Нарисим Хадеф Облизывающийся Украшенный Гирляндой Из внутренностей Хирани Кашипу Был похож На льва Который Только что Убил Слона Крупады Интересно Пишет Забрызганные Кровью Волоски На лице Господа Нарисим Хадефы Приобрели Красноватый Оттенок И потому Выглядели Очень Живописно Господь Нарисим Хадеф Спорол Ногтями Живот Хирани Кашипу Вытащил Все внутренности Надел их На себя Как гирлянду Отчего Стал еще Прекрасней В то же время Тысячи вооруженных Беззаветно Предны Хирани Затмели Сияние Небесных Светил А дыхание Заволновало Море Океаны Услышав Его рык Все слоны В мире Зревели От страха Рык Львиный Был Слоны Услышали А движения От движения Волос Воздушные Корабли Забросило В космическое Пространство И на высшей Планеты Под Невыносимой Тяжестью Его Лотос Стоп Земля Казалось Сошла С орбиты И на ее Поверхности Возникло Много Новых Гор Из-за Сияния Которое Исходило От тела Господа Померк Свет Озарявший Небо Во всех Направлениях То есть Изменилось Все вокруг Вся Земля Вселенная Воздушные Корабли Которые Были На этом Уровне Земном Были Видимы Их Забросило На высшие Планеты То есть Кто-то Достиг Высших Планет Таким образом Почему От Движения Волос Господа Такое благо Пошло Может Он тряхнет Гривой На нас Тоже Раз Унесемся В духовный Мир И все Да Непостижимые Истории Смотрите На гневный Лик Господа Нарисимхи Страшно Было Смотреть Господь Излучал Яркое Сияние И не Видя В зале Собрания Никого Кто мог Сравниться С ним В силе Великолепие Он Сел На превосходный Царский Трон Все Присутствующие Были Охвачены Благоговельным Страхом Перед Господом И не Осмеливались Приблиться К нему Чтобы Выразить Почтение Даже Поклонницы Не могли Подойти На расстояние Большом На Расстояние Сел На Трон Да Почитаем Комментарии Когда Господь Сел На Трон Хероника Шипу Никто Не Стал Возражать Против Этого Не Нашлось Ни Одного Сотрудника Хероника Шипу Который Вступил Бы С Господом В бой Это означает Что все Демоны Тут же Признали Превосходство Нирсимхел Кроме Того Хотя Хероника Шипу Считал Господа Своим Заклятым Врагом Раньше Он Верой И Правда Служил Господу На Вайкунте Поэтому Теперь Господь Охотно Сел На Трон Для Создания Которого Хероника Шипу Приложил Так Много Усилий Человечный Накчакраварти Тхакур Отмечает В этой Связи Что Иногда Великие Святые Мудрецы Заботливо Благоговейно Предлагают Господу Драгоценные Троны Освященные Ведерскими Мантрами И Тантрами Однако Господь Не Садится На Эти Троны Но Хероника Шипу Раньше Был Джаи Превратником На Вайкунхи И Хотя Из-за Брамонского Проклятия Он Пал И Родившись Демоном Уже Никогда Не Дел Господу Никаких Подношений Господь Из любви К Своему Преданному Слуге С удовольствием Поседал На Троне Созданном Усилиями Хероника Шипу Этот Пример Показывает Что В каком Бы Состоянии Находился Преданный Удача Никогда Не Покинет Его В каком Бы Состоянии То есть Преданность Что-то Что-то Уникальное Нематериальное Она Может быть Находиться Даже За дурным Характером Человека За его Дурными Привычками За его Несовершенствия Она Может Находиться Где-то В глубине Там Вот Это Неразрушимый Плод Каких-то Усилий В прошлом Но Посвящен Обстоятельств Каких-то Ошибок Тем не Менее Человек Может Обрести Демонические Качества Но При этом У него Сохраняется В сердце Та Преданность Господь Знает Об этом Он Знает Поэтому Картина Не такая Простая Как Отличить Преданного От непреданного Это Непростая Картина Хероника Жипу Был подобен Страшной Головной Боли От которой Голова Всех Трех Миров Была Ложаром Поэтому Когда Жены Полубогов Обитателей Райских Планет Увидели Что Верховный Господь Собственными Руками Убил Этого Великого Демона Их Лица Засеяли Радостью Они Стали Осыпать Господь Нарисим Под цветами Которые Дождем Сыпались На него С небес Прасуна Варша Цветочный Ливень Буквально Цветочный Ливень К тому Времени Воздушные Корабли Полубогов Желавших Увидеть Деяние Верховного Господа Нарайны Заполнили Все небо Полубоги Ударили Барабаны Литавры Небожительницы Услышав Эти Звуки Начали Танцевать А главные Гандхару Запели Сладостными Сладостными Голосами Праздник Описывается Маха Маха Махоцова Веления Дрисим Гадева Это Великий Праздник Для всех То есть Добро Побеждает Зло Но Если Это Добро Чистое Если Смешанное Оно В каком-то Смысли Находится В сговоре В компромиссе Со злом Вот Какая Проблема Праздник Был Истинным Джентльменом Добрым Человек Все Помнят Водобрат Кто Видел Но Он Не шел На Компромис Абсолютно Истинно Демоны Всегда Хотят Как-то Повлиять На Предных Подружиться С ними Однажды Демоны На Сваргалоке Забрались Туда Там Где Индра Управляет С полубогами И украли У него У Индры Стадо Коров Стадо Коров Которое Индре Непосредственно Царю Богов Они Знали Что Индра Может Отомстить Но Они Надежно Спрятали Спрятали Независимое Место Индра Посмотрел Своими Глазами Не Нашел Боги Посмотрели Не Нашли Тогда Индра Позвал Сарама Иди Сюда И Перебежала Его Собака Сарама С Таким Носом Все Он Идет Ищи Сарама Где Коровы Она Слуга Индры Слуга Благости Но Она Собака Она Побежала Посмотрела И Учуяла Так Они Здесь Внутри Горы Спрятаны Хитрые Туда Запрятали Демоны Демоны Сразу Увидели Что они Раскрыты Скажи Сарама Иди Сюда Поговорим Нормально Хочешь Молочка От этих Коров Никогда Не пила Такое Молоко Только Индра Пил Всегда Ты Никогда Не Давал А Мы Тебе Предлагаем Она Так Посмотрела Действительно Никогда Не Пила Хотела Попробовать Хочу Напырь ее Молоко Ну Иди Теперь Сарама Иди Хитрые Она Вернулась Спросила Нашла Коров Нет Он Ей В глаза Посмотрел Врет И Ногой Как Понет ее Живот Бабах Она Зарегнула Это молоко И сказала Да что же Я говорю Конечно Нашла Да Я знаю Где Они То есть Есть Как бы Осквернение Мирская Добродель Всегда Осквернена Чем Каким-то Компромиссом Поэтому Религия Приходит В упадок В любом Случше Если Люди Взглавляют Эту Религию Не Бог Уже Не Уна Осквернение А Люди Она Всегда Придет Упадок В году Человеку Принципы Будут Снижаться Ну Можно Договориться Ничего Страшного Так Главная Причина Принципность Лидеров У нас Четыре Глючих Принципа И служение Богу Не отклоняться Нужно От этого Момента Компромисс Вот тут Не должно Быть После Этого Дорогой Царь И тысяч Тире Господу Нарисим Хадеви Стали Подходить Полубоги Позглавляли Господь Брама Царь Индра Господь Шива Среди Них Были Великие Святые И Мудрецы Жители Питрилоки Ситхалоки Ведятхарлоки И планеты Змей Господу Подошли Ману И правители Самых разных Планет За ними Последовали Ангельской Красоты Танцовщицы Гандхарвы Чараны Якши Виталы Обитатели Кенаралоки И Кимпурушалоки А также Личные Слуги Вишну В числе Которых Были Сунанда И Кумуда Ого Все Они По Одному Подходили К Лучезарному Господу И Поднеся Сложные Ладони Ко Лбу Кланялись И Возносили Ему Молитвы Далее Описываются Молитвы Полубогов Тут Мы Остановимся Это интересно Кто Какие Молитвы Возносят Из этих Существ Как они Его Видят Как они Понимают Его Все Здесь Присутствующие Понимают Что это Великое Благо Его Приход Но С разных Точек Зрения Какое Это Благо Для Всех Для Всех Живых Существ Хотя Материально То что Благо Для Одного Для Другого Может Быть И Не Благо А Здесь Будет Представлен Молитвы Что Это За Благо Будут У нас Вопрос Дополнения В самом конце Вы Говорили Что Предность Скрывается Иногда Из-за Дурными Качествами Вот Вопрос Про Людей Которые Совершают Аппарат Хи Оскорбления По отношению К преданным То есть Каков Их Путь У них Предность Тоже Сохранится Или Это Очень Опасный Путь Или Мы В них Тоже Стараемся Увидеть Что За Их Дурными Качествами За Очень Тяжелыми Поступками Все Еще Сохраняется Преданность Если Это Апарат Хи Это Тоже Непреданность Все Человек Уже Потерял Это Тоже Непреданность Что Что Такой Апарат Ха Есть Анардха А Есть Апарат Ха Анардхи Это Недостатки Плохие Качества У меня Хорошо У меня В характере С недостатки В Настроении С недостатки В уме Тоже Я могу Позволять Какие-то Вещи Наблюдать В себе Нехорошие Ошибки Могу Совершать Естественно Каждый Человек Может Наблюдать В себе Анардхи Даже Возвышенная Преданная Не так Думает Что Я полон Анардхи Пропад Говорю Однажды Я слушаю Лекцию Он Пропад Говорит Даже Такой Негодяя Как я Может Стать Духовным Учителем Пропад Говорит Что Нам О себе Говорить Мы Тоже Должны Быть Честными Видеть Себе Эти Материальные Обусловленности Которые Но Анардха Не Разрывает Наших Отношений С Богом Ни в коем Случае Смотрите Даже Грешники Они Могут Очень Искренне Обращаться К Богу Очень Искренне И даже Иисус Грешников Превозносил Над Праведниками В этом Смысле Праведники Не обращались Так Искренне К Богу А грешники Обращались Хотя Анардхи У них Тоже Много Но А что Апаратха Апаратха Это Анардха Сделанное Намеренно То есть Это Фактически Злодеяние Умышленное Это Говорит о том Что Человек Не предан А если Встает На этот Путь И не Боится Сверхи Апаратхи Это Не предан Ни в коем Случа Если Есть Анардхи И Человек Критикует Потому что За Анардхи Он еще Не намеренно Это Делает Из природы Из своей Привычки Дурной Когда Ему больно Начинает Говорить Плохо О других Это Еще Не Апаратха Еще Она Не Разрушит Его Жизнь Несомненно Но Может Встать Перейти В эту Категорию И Тогда Это Опасно Апаратха Когда Намеренная Анардха Намеренно Совершает Ну вот Человек Реактивный Что-то Там Случилось И вот Он Начинает Что-то Говорить Это Анардха Его Склонность Просто Говорить Что-то А где Начнется Апаратха Есть Стих Вспомни Апи Чесудра Чар Вот этот Текст Говорит Об этом Что Человек Может Совершать Дурные Поступки Но Если Раскаивается В сердце Он Предан А намеренно Он Не Раскаивается В сердце Так Тебе И надо То есть Наслаждается Этим Да Да Он Мстит Он Настоящему Он Поносит Он Деструктивно Действует Это Уже Апарат Это Оскорбление Бешено Словно Называется То есть Все Может Быть Кончено Вся Духовная Жизнь Может Закончиться А так Мы Видим Что Предные Они Которые Еще Не Зрел Они На Границе Могут Находиться В пограничном Состоянии Между Аппарат И Анарт Еще Пытаются Понять Сами Еще Разобраться В себе Боятся Уже Чего-то Но Все Еще Срываются На Какие-то Вещи Например Человек Идет И Преданный Идет И Собака Или Кошка По дороге Он Ее Пнул Или Палкой Ударил Уйди С дороги Это Дживо Аппарат Нельзя Так Обращаться С живыми Существами Это Тоже Скорбление Дживо Аппарат Есть Дживо Аппарат Есть Нам Аппарат Нам Аппарат Разные Категории Аппарат Нам Аппарат Четыре Категории Аппарат Получается Это Дживо Самая Невинная Аппарат От Него Чистить Легко Пришел На Программу Папилкир Там Сейчас Забыл Про Вообще Нет Проблем Или Он же Не преданный Так Я Пришел Здесь Вокрутул И обошел И все И в экстазе Тут Киртан Лекцию Послушал Я снова Святой Видит Но Если я думаю Нормально Теперь могу Пинать всех Кошек И собак Просто Идти на Программу Потом И снова Становиться Святым Тогда Это уже Нам Аппарат Нет Дживо Аппарат Все Это уже Серьезно Это Серьезно То есть Ошибка Она Прощается Естественно Как она Прощается Осознанием Своей ошибки Раскаянием Так она Прощается Потому что Если нет Раскаяния Все Человек Не прощен Должен Сам Раскаяться Почему Когда Кто-то Подходит К нам И говорит Падает Ноги Прости Я Был Неправ Подношню К тебе С таким Смирением Что Я говорю Да подожди Подожди Это я Я Я был Виноват Сразу Видит Раскаяние Все Очищение Происходит Все Прощено С двух Сторон Все нормально Претошли То есть Очень важно Это состояние Внутренней Чистоты Раскаяния То есть Сердце Чистое Должно быть Поступок Греховный Сердце Должно Раскаяния Раскаяния Очищает Сердце Но Когда Человек Критикует Всех Других И не Раскаивается Это Серьезно Это Серьезно Это Не Садху Серьезно Тут очень интересный момент, очень статистический момент затронут, что касается личности Хираника Шипу и Хираньякши. Это два привратника своей кунхи, то есть это абсолютно чистые, преданные, вечно освобожденные души. И вы спросите, а куда их преданность делась? Никуда не делась, они стали демонами, по проклятию браманов, с позволениями Верховного Господа, все было санкционировано. И они согласились на это, чтобы вернуться за три жизни, они согласились стать демонами, порадовать Господа своим гневом и битвами. Вот, то есть такая ситуация нестандартная, нестандартная. То есть, поэтому именно поскольку они были привратники своей кунхи, они были выше брамы, выше всех полубогов. И так они призывали Верховного Господа в этот мир. Все получили благо. Такой манёвр. Да, нужно их все помнить тогда, какие там были благословения. Я не думаю, что все досконально, подробно описано здесь, в Багаватахе, здесь короткое изложение все-таки, что это Вагослами. А? Не в доме, не на улице. Да-да-да, не в доме, не на улице. Вот тоже было, да. То есть, в Вишну Пуране там еще более подробно эта история описывается, событийно подробно. Здесь подробно трансцендентная именно внутренняя энергия. А еще более событийные подробности в Вишну Пуране, в которых не описывается в Багаватахе Пуране, еще какие были, скажем, попытки убить Прохлад Махараджа, еще больше их было, чем написано. Ари Кришна, дорогой Гуру Махараджа, спасибо вам большое за лекцию. Если Хиранья Кашпу и Хираньякши – это Джай и Виджай, Прохлад Махараджа, что это за душа? И почему она родилась в семье демонов, несмотря на такие возвышенные качества? Там какая-то история? Нет, сейчас не помнишь. Прошлой жизни его. Ты не помнишь историю? А? Да, да, они встречались в храме. А мальчик перед свиданием со своей возлюбленной просто прибрался в храме Нерсим Хадева и получил такое благочестие. Ну, это такое, мне кажется, короткое было у нас. Короткое, но ясное совершенно. Ясное, да. Какое-то благочестие было. То есть, перебраться в храме хорошо. Угу. Причем он убрался в храме, заброшенный храм какой-то был, который никто не посещал, и я так понял. Харе Кришна, а скажите, пожалуйста, вот как это, объясните, как это одновременно Нерсим Хадев был и прекрасен, и ужасен в это время? Как это объяснить? Показать надо. Харе Кришна, я так не умею делать. Харе Кришна, я просто ужасен и все. Харе Кришна, он прекрасен и ужасен. Но также, как есть аналогия описанная с Ананта Шешей, вселенский змей, одновременно вселяет и страх, и благоговерный трепет и красоту. Одновременно такая форма. Ну а здесь что тут? Разве львов не изображают на стенах? Это же красивое. Ну форма изображения красивая, а вот реально лицом к лицу видят эту красоту. Видите, ужас также присутствует. Одновременно красивая, ужасная, страшная. Это понятно? Во, какой сегодня день, видите? Вот особый день, да. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Поясните, пожалуйста, может, я неправильно поняла. Вы сказали, что и хорошее, и плохое приходит не от Кришны, что от Кришны приходит только блаженство. При этом также вы говорите, что преданный он всё воспринимает, как милость Господа. Как это понять, этот момент? Как понять, что от Кришны исходит блаженство? Да, говорите, какие-то хорошие моменты в жизни или страдания это не от Кришны. От Кришны только блаженство. Непосредственно не от Кришны. Непосредственно. Есть посредственный контакт, есть косвенный контакт. Праврите Марк, не врите Марк. Есть разные процессы, которые нас соединяются с Богом. Косвенные или прямые. Это не прямой контакт. Когда солнце светит, это ещё не прямой контакт с Богом. Хотя это близкий пример уже. Но это не прямой ещё контакт. Вот когда просад принимаешь, это прямой контакт. Или имена повторяешь Кришне, это прямой контакт. Но это правильно так воспринимать, что всё, что приходит в нашу жизнь, в виде каких-то реакций, поступков, что это от Кришны. За этими счастьями и несчастьями есть милость. Вот это нужно нам понять. Кришна есть. За этой двойственностью, которую мы с трудом переносим, плохие и хорошие вещи, мы с трудом переносим эти колебания, волны существования материального с трудом. Но за этими волнами, за этой двойственностью, есть абсолютное благо. Есть тоже смысл. Это сознание Кришны. И тогда мы можем непосредственно Кришну видеть в этой двойственности. Через эту двойственность. Что и то, и другое это Кришна. Как Махараджа Паришит, когда был проклят Брама, но он узнал это Кришну. Меня зовёт домой. Сразу узнал, в чём дело. Но это уже развитое сознание Кришны. Если оно не развитое, он бы просто подумал, человек, что меня прокляли, нужно что-то с этим делать. А он Кришну в зал, ничего не с того делать, просто вернулся к Богу. Но это развитое сознание Кришны. Спасибо большое. Это предыдущий был вопрос по поводу красоты и ужаса. Я думаю, прекрасен образ его, прекрасен. И прекрасно его настроение, когда он благосклонен. А ужасно его просто настроение, которое он проявил в отношении демонов. Поэтому он был прекрасен внешне. Он остаётся прекрасен. И ужасен в своём настроении по отношению, в ярости к демонам. Вот так просто. Что комментарии мои. Бывает, что красота и ужас в одном соединяются. Ну, когда стихи, да, мы видим, это же красиво. Молния бьёт в гору, в вершину горы, и гора, значит, откалывается, кусок горы, и падает в море. Очень красиво. Но очень страшно. Одновременно. Харе Кришне. Городес, спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. В этот день Господь Трисим Хадеев какие может давать благословения? О чём нужно молиться, чтобы её порадовать? Вот полубоги будут молиться и просить тоже разные благословения. Предные хотят, чтобы Господь на неравном воду убил демонов Анард, демонов Ума, вот эти вот все вещи. То есть эти качества демонические, которые есть у нас, Трисим Хадеев может вычистить. То есть Господу Трисим Хадееву нравится убирать эти анархи. Он квалифицирован. Спасибо. Он эксперт супер вообще. Ну, что-то слышит. Он же слышит по-другому. Не то, что он слышит все звуки, которые вот люди говорят. Нет, он слышит через своих преданных. И он не участвует непосредственно в жизни материальных людей. Можно сказать, что он не слышит то, что люди говорят. Например, вы же не обратите внимание, когда ребёнок говорит какие-то глупости. Вы же не будете это слушать. Просто вы слышите, но не обращайте на это внимание. Или человек немножко психически, неравновешенно расстроен, или вообще с ума сошёл. Вы же не будете слышать это. Несомненно. Вы слушаете того, кто близок к вам, кому доверяете. Вот, а вы слушаете внимательно. Вы переживаете, вы чувствуете. И даже когда демоны пытаются его оскорбить, назвать плохими словами, богиня Сарасвати передаёт это по-другому ему. Она трансформирует всё в позитивное. В Айкунхе нет ничего негативного. И он слышит, что его прославляют демоны. Он не в гонах природы вообще. Он всех проблем решает. Жизнь преданных. Решает? Ну, выгнавий на шай, как бы уничтожает всех. Потому что преданные же не обращаются к нему искренне. Он отвечает. Искренне обращаются. Преданных. Не преданные искренне не обратятся к нему, а преданные обращаются искренне к нему. Поэтому он уничтожает все эти норки. Ты об этом спросил? Ну, да. Ну, как бы, это был вопрос к Нитаймангу, но как он задавал, что он спрашивал, что Нарсимадев слышит ли нас? Вот. Я в этом смысле спросил, что как бы... Искренне обращаются, слышит, конечно. Если мы на самом деле хотим очиститься, он, конечно, обслуживает. Грум, хорошо, я вспомнила, где я вот прочитала там, ну, вот почему он родился в семье демонов, вот потому что он связался вот с этой проституткой, вот, и был в близости с ней, вот, и в один из вечеров он поругался очень сильно с ней, и они ругались, получается, всю ночь, там, я не знаю, весь день, всю ночь, и в этот день по стечению обстоятельств был как раз вот Нарсимхачу Турдыши. И они, как бы, получается, невольно держали пост. И я вот просто хотела вдохновить всех, что если держать пост, Нарсимхача Турдыши, то можно обрести вот такую милость, что даже вот просто держа пост, такое вот благословение. Да, легко потерять аппетит, если поругаться хорошенько. Пост пройдет незаметно, да. Спасибо. Это вечная форма. Вечная форма. В любое время можно к Нему обратиться, это всегда, всегда где-то рядом. Если мы знаем о Нем, он всегда рядом где-то. я не вижу разницы. Почему разделяете их? Это сам Кришна есть? Это сам Кришна есть? Нарисимхадев, это сам Кришна есть? А или иначе у нас будет проблема. Или Нарисимхадев, или Кришна, что же нам делать? Или Кришна, или Радхарани, что же нам делать? Это ментальная проблема. Его проявление, да? Спасибо. 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 Что мы не должны обращаться к Нарисимхадеву, а обращаться к Кришне. Нарисимхадеву, это как? Он же реально существует. Почему мы отвергаем его проявление, его имя? Вот я, ну вот, это, ну, читание театра. Я думаю, они не отвергают, они просто размышляют, пытаются размышлять на эти темы, таким образом. Но лучше следовать, как бы, ну, комментариям Ачариев, что ум может запутаться, потому что это очиньте, апхеда, педа, та тоже, единственное различие одновременно непостижимое. И всех это забивает с толку всегда, начинают размышлять об этом умом. Вы говорили про смешанное добро, как бы, добро с компромиссом. Если параллель провести с проповедью, ну, как бы, проповедью новым людям, где все до конца не говорят, как там не перейти границу и не пойти на компромисс, чтобы это не было смешанным добром? Компромисса в сердце не должно быть. Не так, что преданность сразу новым людям, начинают говорить о раса Лиле. Иначе как? Компромисс же будет. Давайте раскроем сразу самое сокровенное, но это сложный момент, очень опасный, потому что материалисты будут оскорблять, критиковать эти вещи в уме, они не поймут, о чем речь идет. Они так и делают. Раса Лилу, они не понимают. Они боятся ее. Считают, что это безнравственное явление. Буквально так. Поэтому в сердце не должно быть компромисса. Мы должны оставаться преданными всегда. А говорить можно на любые темы. Про Падамо говорить, на темы здоровья с учениками, например, темы политики, устройства общества, космология, что еще. На любые темы. Однажды есть беседа довольно длинная. Ученики летели в самолете и увидели комету. Огромную комету. Все из полета они там видели, как она с огромным хвостом. На ней была всякая масса информации по всему, по всей Америке ее было видно. А они спросили Папада, что за явление это? Папада стал расспрашивать подробно, как видели, какой формы и прочее, прочее. Что это означает? он спрашивает, он интересуется. Это не хороший знак. Это перед какими-то плохими событиями. Это так же, как полиция иногда объезжает плохие места, опасные районы города. Это комета, такое явление. Значит, что-то дурное происходит в этих местах. Но там довольно долго. открыт на эти темы, дорого этим, я говорю. Но он всегда остался преданным. Все это чувствовали, что чем Папада не говорил, он остался преданным Кришной. Никогда не забывал его. Если преданным начнут увлекаться, скажем, астрологией, психологией или аюрведой, это нормально. Это ведическая культура, это можно знать, это хорошо, знать науки. Но если мы видим, что он забывает про садану, уже подменяет эти вещи, это компромисс. Это компромисс. Если он сказал, аюрведа говорит, что не нужно вставать так рано, можно встать в другой период времени, это зависит еще от климата, от солнца, ну мало ли еще от чего, это надо изучить. Не все так просто. Это начало компромисс. Это компромисс. Компромисс уже есть. Он уже дается Богом. Компромисс. Это грех аскачек. Сплошной компромисс. Все против чистого преданного служения. Да мы привязанности, деньги, собственности, конфликты, здоровье, все эти интересы мирские, социальные, политические, все против. Полное погружение в мое. Но он рекомендован Богом, поэтому он не опасен, если правильно следовать наставлениям. То есть Кришна позаботился об этом. Нам нужны компромиссы какие-то, понятное дело. Мы же не можем ребенка сразу поставить на твердую саду на бахте с пятилетним возрастом. Поэтому, естественно, есть еще человеческая сторона, она учитывается в Писании и не противоречит воле Всевышнего. Но в какой-то момент он говорит, все, отходите от семейных дел, уходите в проповедь, совершайте аскезы, развивайте бесстрашие. Пока вы привязаны, вы будете испытывать страх. Так, такой путь в нашем храме приписывает постепенно возвращение к Богу. Так что компромисс это явление естественное, когда Шел Прупад начал свою проповедь, помните, да? Он говорит, я на 90% был снисходительным. Если, я сейчас все правила и предписания выставлю, вы не примете, вы уйдете. он давал киртон, лекцию, все там было на таком уровне, знаете, трансцендентном, но первые ученики еще не инициированные, уже они чувствовали, что он их лидер, они уже спрашивали, уже слушали, уже пытались, они выходили на перекур обсудить лекцию с вами, Джейм. Была хорошая лекция, дай пчу курить. Как ты думаешь? И Прупад видел все это, ничего не говорил. Более того, уже был инициированный, преданный. Божество Джаганадхи делал и курил в это время. И клал окурок на голову Божества, значит, и работал над ним. Курил и клал снова туда. И Прупад заходит, и вид окурок тут, значит, Божество Прупаде показывает. Как, нормально? Это такие были компромиссы, такое было снискождение. Ну, конечно, он сказал, поскольку это ученик, уже инициированный был. Говорит, такая вот маленькая вещь может стать между тобой и Богом. А курок вот этот, такая маленькая вещь может стать между тобой и Богом. Он перестал. Так он находил моменты, как научить учеников. Один получил инициацию и сразу стал трячать сразу длинный волос. Ну, как раньше хиппи ходили. Те же привычки стали возвращаться к нему. про падань какие-то дни ничего не говорило ему совершенно. Потом нашел иллюстрацию, две иллюстрации, историю с Харидас Такуром. Он говорит, там проститутка, которая пытается его соблазнить, пыталась его соблазнить. Посмотри, а вот тут она уже вот преданная. Видишь разницу между ними изображение. Ученик посмотрел, она тут уже с шикой, бритая голова, белая саря. Сказал, она стала преданной. Да, она стала преданной. Но снова постригся. То есть пропад находил такие вот эти моменты. Он не был надзирателем, был духовным учителем. А главная вещь ученик поймет уже после ухода гуру. Невозможно в присутствии гуру все понять. Потому что еще не лежит такая ответственность на него. Даже, как и дети говорят, вот когда ты сам станешь родителем, ты поймешь меня. пока гуру присутствует лично, ученик всегда будет видеть это различие. Я и гуру это, я не такой, мы не такие. Но когда гуру уходит, ученик думает, я должен идти по стопам, я должен идти по стопам. Начинает чувствовать на себе эту ответственность. Больше понимает. А когда пропадает, когда уходил, он так и говорил, говорит, а что толку, если я не уйду. Так останется все А, Б, В, Г. А, В, Г. Знание не живет таким образом. Так, сегодня пост у нас до сумерек. Значит, будем вас мучить до сумерек, что ли? 6 просад. Абхишек во сколько? В 3 часа Абхишека здесь. И в 1 здесь интервью будет, да? Здесь, в этом помещении. Да. Хорошо. Харьи Кришна Шарь Прабхапад Ки-джай Шарь Нариста Мадеву Бхагаван Прохлад Магарад Ки-джай Субтитры сделал DimaTorzok